Привет, друзья! Сегодня приготовим пахлаву. Пахлаву не классическую, а такой упрощенный, быстрый вариант в условиях нашей современности, когда мало времени. Из таких доступных ингредиентов, для этого нам нужно будет корица, немножко миндаль. Миндаль это для украшения сверху. В принципе можно использовать грецкий орех. Грамм 100 сливочного масла, водички, полстакана, стакан сахара. Здесь у нас также сахар, где-то грамм 300. Также грамм 300 грецких орехов очищенных. Мы их предварительно подсушили в духовке. Ну, в суши где-то минут 7-10, ну, может, 12. Нам надо смотреть. Подсушить, но не жарить. Яйцо одно. Вот, слоеное, бездрожжевое тесто именно. Вот и все ингредиенты. Давайте готовить. В измельчителе блендера измельчим грецкие орехи. Вот до такого вот состояния. Не очень мелко, поэтому как бы небольшими пульсирующими такими нажатиями. Вот. Если будут оставаться какие-то небольшие кусочки, это ничего страшного. Таким образом все орехи. Ну, можно оставить для украшения, если нет миндаля. В измельченные орехи добавляем 300 грамм сахара. Ну, то есть, один к одному. 300 грамм орехов измельченных, 300 грамм сахара. И одну чайную ложечку корицы. Все перемешать. Корицу можно заменить на кардамон. Ну, это на любителей. Вот. Начинка у нас готова. Отложим пока ее в сторону. Раскладываем тесто и делим его вот таким вот образом. То есть, нижние две части должны быть толще, чем средние части. Ну, то есть, это вот одна часть, вторая у нас где-то по сантиметров 10. Остальные части поменьше. Все это мы раскатаем. Эти слои, как видите, у нас поменьше. То есть, где-то по сантиметров 5-6. Вот. Значит, пахлаву можно делать слоев где-то от 5 до 10 слоев. Ну, по желанию можно и 15 сделать. Ну, в принципе, зачем. Вот. Теперь все это раскатаем. Все эти листы будем подгонять по размеру формы, которая у нас вот такого вида. 18 на 25 сантиметров. Растопим сливочное масло в микроволновке. Эту форму выложим пекарской бумагой. Можно, конечно, и не выкладывать пекарской бумагой, а смазать маслом. Но удобнее вынимать. Вот. Хорошо промазали маслом бумагу и займемся тестом. Раскатали примерно под размер 25 на 18. И накладываем форму. Смазываем растопленным сливочным маслом. Масло желать не нужно. И посыпем орехами с сахаром. Раскладываем по поверхности. То же самое проделываем с остальными слоями. Вот теперь у нас маленькие кусочки. То есть слои должны быть тоньше. Так же выкладываем сверху. Промазываем маслом. Посыпаем орешками. И все остальные слои. Самый верхний ничем не посыпаем. Тем временем духовка у нас включена на 180 градусов. Вот такой вот тоненький слой получается. И укладываем его в форму. Вот так же все повторяем. Не жалея масла. Разбиваем яйцо. Укладываем верхний, последний слой. Сверху смазываем яйцом. И убираем в духовку где-то на минут 10. Через 10 минут вынимаем пахлаву из духовки. Нам нужно ее порезать. Вот так прорезаем до низа. Вот здесь у нас 18 сантиметров. Ну делим где-то на 3 части. И здесь наискосок. Можно нарезать кусками по желанию. А так у нас получатся ромбики. Прорезали. Вот такие ромбики у нас получились. Теперь укладываем миндаль. Как я говорил, здесь могут быть и орехи. В принципе использовать можно и любые орехи. Не только грецкие, не только миндаль. Там аж видно, видите, масло. Внести. Вот и все. Отправляем в духовку где-то на 20-25 минут. Ну, до золотистого такого цвета. Посматриваем. Все духовки разные. Осталось приготовить сироп. Мы приготовим сахарный. Кто-то там готовит медовый сироп. Значит, стакан сахара и полстакана водички. Помешивая, доводим до кипения. И после того, как закипит, кипятим где-то минут 7-10 минут. Сахар растворится. Теперь ждем до тех пор, пока не закипит. Вот сиропчик готов. Такой маслянистый. Теперь нам нужно заново все прорезать. И обильно заливаем все сахарным сиропом. Оставляем где-то примерно на часик. Чтобы все пропиталось. Результат нашей готовки сегодня. Вкусная, сочная пахлава. Готовьте. Тем более, что здесь нет никакой возни с тестом. Это по вкусу практически ничем не отличается. Приятного чайпития. Лучшую половину человечества. Поздравляю с наступающим праздником. Чтобы в жизни было у вас только все самое лучшее. Всего доброго.